Администрации Ленинского городского округа и телеканал Видное ТВ запустили новый проект. Ежемесячно в прямом эфире глава округа Алексей Спасский будет отвечать на вопросы наших корреспондентов. В свою очередь вопросы будут формироваться на основе наиболее популярных тем, которые жители муниципалитета озвучивают в социальных сетях на портале Добродел при личных встречах с Алексеем Спасским. Первый разговор в прямом эфире состоялся сегодня, провел его мой коллега Максим Козлов. Основных тем было три. В начале разговора Алексей Спасский озвучил ситуацию в округе с заболеванием коронавирусом. За прошедшую неделю, за предыдущую, в округе было выявлено почти 1800 случаев заражения. И всего в настоящий момент наблюдается с диагнозом ковид порядка 5200 человек. Это колоссальные, конечно, для нас цифры. При этом преимущественно болезнь происходит в легкой форме относительно. И сама по себе госпитализация абсолютно небольшая. Наш стационар – это почти 500 коек, полностью оборудованных кислородом и прочим медицинским оборудованием. В настоящее время он заполнен порядка 350 человек. При этом житель Ленинского округа – 72 человека. Также глава округа оценил работу коммунальных служб по ликвидации последствий обильных снегопадов. В выходные, собственно говоря, и с коллегами, и субботу, и воскресенье были на территории, я не буду называть локации, то есть отдельные территории удивили тем, что там действительно почищено было. Хотя вот я настраивался на том, что покритиковать коллег, ну вот в частности на ПЛК, наверное, одну, не один дом, а прямо, знаете, как вот прошли. Критики было много, и в вечер, что называется, до вечера коллеги из Дорсервиса отсчитывались, как они вычищали данную территорию. Это плохая практика, когда руководитель показывает, где надо чистить, все-таки система должна работать. Большая часть разговора была посвящена развитию социальной инфраструктуры округа. Два детских сада в пригороде Лесное, в Государевом доме. У нас есть в высокой степени готовность уже блок начальных классов на 200 мест, и сад на 200 мест в Горках, в ЖК Май. И давнишняя тоже история, подзастрявшая, но в этом году, я думаю, мы ее вытолкаем и зафиналим, это пристройка к Молдской школе. Все эти детские сады, ну я так скажу, может быть, не то, что не вызывают опасения, в рабочем режиме находятся, мы хотим их ввести в этом году. Ряд вопросов касались, казалось бы, локальных, но очень важных для жителей проблем. Вопрос шел о реконструкции Володарского шоссе с обязательным устройством выделенных полос для общественного транспорта. Причем абсолютно есть понимание, что необходимо не только реконструировать Володарское шоссе, но и Каширское дом Када. Потому что если там автобус приедет и встанет где-то в районе Каширского шоссе, ну, собственно говоря, это мало кому интересно. В 7-8 февраля планируется доложить на транспортном часе этот вопрос Андрею Юрьевичу, после чего станут понятны конкретные сроки окончания этих работ. Полностью посмотреть интервью с Алексеем Спаским можно в социальных сетях администрации Ленинского городского округа и телеканала Видное ТВ. Кроме того...